друзья приветик всем если бы вы знали сколько у меня поступило запросов на то чтобы я показал как я делаю тесто на пельмени на вареники на манты ну вы поняли да суть вообще в общем тесто пельменное тесто смотрите я сегодня решил сделать вареники так как просто я хочу вареников я не хочу пельмени но это тесто у меня идет везде я использую только это тесто и в пельмени вареники в манты хинкали и шминкали и вообще куда хотите по моему мнению ну для меня это идеальное тесто вот сколько я себя помню сколько я себя знаю я делаю это тесто именно это тесто сейчас все естественно сейчас мнение разделить кто-то там и я люблю я не люблю это не тесто там проливали все такое раз такой вот для меня это тесто идеальное она мягкая эластичная она очень нежная если понравится пробуйте не понравится как говорится дело вкуса не каждому любить то что люблю я давайте начнем с начинки покажу собственно вкратце ну как я делаю начинку для вареников ее знают все как дело да просто в маленькой в маленьком количестве воды нарезал картофан сейчас ее я отварю до готовности до возьму лучочек репчатый просто порежу его кубиком обжарю на растительном масле и просто потом я это все смешаю у нас получится вкуснейшая начинка для вареников с картошкой луком друзья ну и хочу поделиться с вами в принципе как сделать хорошие воздушное нежное картофельное пюре возможно новичкам кому-нибудь кто в профессии не так давно до повара и вообще домохозяйкам это будет полезно не говорю что никто это не умеет нет смотрите это не касается только начинки на вареньке это вообще касается априори картофельного пюре чтобы оно было такое как суфле но не путайте его когда пробиваешь блендером как клейстер ни в коем случае не используйте блендер я это называю детское питание которое сразу можно выкидывать нет смотрите вот вы отварили картошку во первых ее нужно хорошенько разварить да вот я ее подразварил и сливаю из него из нее весь отвар да вот у меня здесь отвар вот этот вот картофельный это для начинки но вы будете дома делать естественно там молоко масло до молочко прокипятили с маслом также это у вас все рядом стоит молоко обязательно кипятить чтобы картошка не чернел все и у вас это рядом стоит и обязательно когда вы крутите картошку начинаете крутить миксером венчиками крутить ее строго на сухую когда здесь нету жидкости вот сначала вы ее должны пробить без жидкости до пюре потом по чуть-чуть добавлять только молоко с маслом я буду добавлять вот это вот отвар ну и подсолить там по вкусу как вы хотите если вы ее начнете пробивать сразу то молока набузыркайте да все у вас вот как комочки вот эти образуются и так они будут бегать между венчиками и вас ничего вы уже ничем не пробьете только толкушкой вручную придется разбивать смотрите как я это делаю сейчас у меня все по страна нам полетит но ничего страшного вот без отвара сухую картошку я прокручиваю нормально все прокручивается не туго все отлично причем это очень быстро делается остановились вот увидите на краях она с краев и опять туда да и опять крутим так она уже нежная эластичная становится у вас в общепитах кто-то протирает есть специальные такие приспособления типа терки я даже не знаю как это назвать правильно протирают картофель но я никогда не мучился я всегда делал так и пюре у меня всегда шикарная вот ребят смотрите видите она она не как клейстер а это пюре и вот теперь на этом этапе я сейчас подсолю потому что вообще варил без соли да я когда начинку делаю я всегда солю потом вот и отвару наливают много я никогда не наливаю все-таки начинка для пирожков либо вареников должна быть густая и еще раз я все это дело прокручиваю да она будет нежная нежная я не люблю пюре с комками ну и все друзья вот смотрите прокрутили провертели вот такая у вас нежнейшая картошка получается пюре да ну и все я сейчас добавлю просто сюда жареный лук и уже можно делать вареньки ну а теперь давайте уже перейдем к тесту и так друзья тесто смотрите я делаю только заварное мне нравится еще раз повторюсь смотрите взял 200 миллилитров кипятка вот прям пар идет только закипела и сразу же наливая в ту емкость где я буду делать тесто за пластика не переживайте вы же его не на открытый огонь ставите ничего у вас не треснет не лопнет так 200 миллилитров налил кипятка никаких яиц сюда не кладем яйцо вообще не играет но она не сыграет здесь никаким образом растительное масло будет у нас служить для эластичностью в принципе заварное тесто я не кладу все одну щепотку соли прям чуть-чуть да все наливаю также растительное масло сюда ребята по граммам сколько все это я кладу я напишу в описании все соль размешали в воде да тесто очень простое тут я не знаю америку я не открываю все все умеют все все знают ну если может быть кто-то и не знает может быть кому-то и будет полезным будет тогда хорошо все ребят соль с маслом размешали и всыпаем муку муку тоже всыпайте частями не нужно забивать потому что вам очень сложно будет месить это тесто нужно будет помесить она просит рук это тесто тоже недолго вот смотрите все это делается так быстро моментально я делаю на стакан потому что мне хватит вы можете делать на пол литра на литр все вот тесто уже такое плотненькое да сейчас мы его переложим на поверхность еще жидковатая нет то я сейчас буду весь в тесте по уши вот я сначала замешиваю так ну и принципе все вот когда она замесилась у нас до специально делаю при вас чтоб вы все видели еще насыплю чуть-чуть муки потому что тесто все-таки заварное его надо муки подмесить туда перекладываем на поверхность и все ребят самое главное просто сейчас его промешать промесить промешать сделать очень эластичный комочек чтобы он у вас просто не прилипал к рукам ну минут пять наверное вам надо будет поработать вот носить я думаю умеют все тесто да если у вас липнет к рукам естественно вы еще добавляете чуть-чуть муки много не надо забить тесто вы успеете всегда потом уже назад не вернуть и нет назад вернуть конечно можно придется разбавлять водой там не надо этого делать проще все с первого раза все ребят вот видите у меня уже ничего практически не липнет к рукам и вот в таком порядке я сейчас буду месить ну 35 минут да и уже к вам вернусь вот смотрите я помесил его 5 минут она тепленькая такой вот она мягкая мягкая эластичная не забиваю его мукой не делаю слишком дубовая все сейчас мы его на порционируем и продолжим так но в принципе сейчас я его сделаю на порции да я буду потому что раскатывать буду пластом делать и вырезать вареники шаблончиком буду вот сейчас такие кусочки сделаю какие мне удобно будет раскатывать да вы делаете как хотите естественно одним пластом там скомнир скатать потому что тесто достаточно много вот такие вот булочки делаем тесто мягко-мягко я очень люблю это тесто обалденный просто так вот булочек наделали тут рядом у меня поднос уже мукой посыпал у меня просто нету вместо на поверхности потому я и на поднос все складываю я это дело на поднос тесту надо дать полежать чтобы было его легче катать все ребята накрывает все пакетиком можно двумя чтобы тесто не сохло потому что тесто пельменное вообще она быстро сохнет все минут десять стоит и уже начнем делать вареники ну что друзья дальше все совсем элементарно и уже слишком слишком просто тесто наше настоялось расстоялось можете в принципе делать так как хотите да кто-то будет делать сковородкой катать но так как у меня сковородки нет я буду делать руками да и когда делаешь сковородкой вареники у них они расклеиваются а все-таки ручной труд у него цена совершенно другая да вот берете раскатывайте сильно тонко вареники я никогда не катаю ребят видите тесто какое податливое но шикарное просто мукой подсыпали я долго думал чем я буду вырезать потому что у меня нет таких стаканов так как я пью много кофе их я нашел крышку от кофе почему бы и нет кофе тудей пил и крышка классная удобная все ребят накатал вот такое тесто тонко делать я думаю что все таки не надо крышку в муке вырезаем но тут все все умеют да ну покажу может быть кому-то и будет это полезно и интересно друзья вырезал остатки теста естественно в пакетик чтоб не сохла вообще с этим пельменным тестом надо работать быстро если у вас нету навыков быстрой работы вы пока прикрывайте вот эти вот вырезки которые сделали тесто да потому что она засыхает и потом вы уже ничего не сделаете с ним все разложили картоху картошка уже остыла я кладу средненько тогда и все и сейчас начнем уже лепить вот начал лепить и камеру забыл включить все ребят смотрите принципе тут все все умеют тесто нежнейшие просто супер вот по краешку делайте тоненько тоненько я не делаю огромные уши прошлись можно в принципе оставить так все это вареник замораживать и без проблем я вот делаю такую вот косичку до импровизированную как умеете ребят вот пальчиком подтягивайте среднем большим закрываете среднем подтягивается большим закрывать я надеюсь видно да неудобно на камеру делать зараза вот все тут ничего такого нет вот такой вот вареник получается красивый еще раз покажу все закрыли его и все вот я средним пальцем подтягиваю вот это ухода а большим нажимаю среднем подтягиваю а большим закрываю вроде бы видно вот и так шлеп 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 их все это быстро приноровиться вот видно да получается такая косичка мне на весу блин не удобно на камеру ну ничего вот средним пальчиком тянем вот среднем подтягиваем вот это ухо а большим я нажимаю мне удобно так кто-то указательном делает все получается рисунок пожалуйста ну и все и так делаем до конца ну что друзья прошло совсем немного времени и вот такая вот роскошь роскошь . ком как я люблю говорить да у нас готово это конечно очень вкусно это все так просто и не менее просто вкусное блюдо знакомое всем ну что друзья пора прощаться конечно же если вам понравилось видео я прошу вас пожалуйста поставить мне лайк оставить свой комментарий обязательно подписаться на мой канал ну и конечно же всем самого всего самого самого доброго мирного неба над головой всем самого приятного аппетита что спасибо что вы со мной но и всем пока пока друзья до скорых встреч